МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряженность на рынке труда Башкортостана, согласно официальным данным, продолжает ослабевать. По методологии расчета Международной организации труда, на сегодняшний день уровень безработицы в республике приблизился к 5,5%, снизившись с июля на 0,3%. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в центрах занятости населения республики зарегистрировано 22,5 тысячи безработных. На начало года их насчитывалось свыше 26 тысяч. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы сейчас составляет 1,12%. С начала года центры занятости населения трудоустроили 44,5 тысячи человек. На профессиональное обучение и переподготовку направлено 3,5 тысячи, на стажировку 500 выпускников образовательных учреждений. Компания «Салават Стекло» за первое полугодие 2016-го получила 730 миллионов рублей чистой прибыли по МСФО. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятия увеличилась почти на 30% до без малого 5 миллиардов. Валовая прибыль превысила 3 миллиарда рублей с ростом на 47%, операционная – 918 миллионов рублей. Чистая прибыль предприятия по российским стандартам бухучета в январе-июне составила 485 миллионов, что также вдвое больше показателя аналогичного периода 2015-го года. Отмечу, что в настоящее время «Салават Стекло» производит 10 видов продукции. Среди них автомобильное и жидкое стекло, стеклопакеты и строительные материалы. С 2010-го года в состав предприятия входит аналогичный завод в Саратове. Сейчас информация о курсах валюты. Доллар и евро дешевеют. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 84 копейки, 62,54. Европейская дешевеет на 69 копеек, 70,24. Лучшие обменные курсы в Башкомс на банке по доллару 62,25. По продаже в банке Финам и Уралкапиталбанке за 62,60. Наиболее выгодные приложения по покупке евро в банке Югра за 69,80. По продаже в БКС банке за 70,24. Инвестор из Южной Кореи, готовый вложить в приоритетные проекты Башкортостана более 5 миллиардов долларов, просит юридической защиты. Напомню, речь идет о создании инвестфонда в виде некоммерческой организации со стопроцентным иностранным участием. Соответствующий документ, то есть устав фонда и регламент его работы, сейчас находится на согласовании в правительстве Башкортостана. Согласно документам, корейский инвестор отказывается работать с уже существующими инвест-структурами нашего региона, в числе которых корпорация развития. Меморандумы о сотрудничестве в области правовой защиты гости из Кореи заключили с представителями Госсобрания Курлтай Республики и Торгово-промышленной палаты. Это иностранный инвестор, чье законодательство изначально не совпадает с российским. Именно об этой юридической защите, о согласовании всех позиций, всех юридических тонкостей, тем более, когда речь идет о таких серьезных суммах, это, безусловно, вопрос номер один. Он не ищет здесь напрямую прибыли, поскольку фонд является организацией некоммерческой. Они будут создавать коммерческие структуры в рамках этого фонда, либо при этом фонде, и вот они уже будут извлекать ту или иную прибыль. Но в первичный шаг это создание фонда, рабочее название, вы правильно сказали, банка развития, но это не банк в чистом виде, это структура, обеспечивающая инвестиционные проекты. По словам экспертов, создание на территории Республики инвестиционного фонда с участием иностранного капитала даст зеленый свет проектам, запланированным в городе Агидели. А это возведение судостроительного завода, зернового комплекса и железнодорожной ветки. Кроме этого, инвестор планирует возвести в Уфе оздоровительный центр. При нем будет работать пятизвездочный отель вместимостью в 200 номеров. По предварительным подсчетам, объем инвестиций в проект может составить 100 миллионов долларов. В Уфе состоится торгово-закупочная конференция с презентацией республиканских товаров легкой промышленности. Событие поддерживает Госкомитет Башкортостана по торговле и защите прав потребителей. На площадке торговые предприятия смогут договориться о поставках продукции. Торгово-закупочная конференция состоится в рамках 24-й специализированной выставки «Лехпром Уфа». Она пройдет с 5 по 8 октября на площадке ВДНХ-экспо. В ней примут участие более 150 компаний из регионов России и стран СНГ. В деловой программе планируются семинары, работа биржи деловых контактов, презентации и мастер-классы. На выставке будут представлены товары российских, в том числе республиканских производителей, это ткани и различная фурнитура. По данным нашего телеканала, всего по итогам 2015 года предприятия легкой промышленности республики отгрузили товаров на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. О новостях у меня пока все. Увидимся через час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА